По условиям проведения конкурса каждый член правительства области должен побывать в Кировских дворах. Сегодня это сделал и Никита Белых. Его поездка началась с дворов на УПИТ-2. То есть вы считаете, что работа организована нормально здесь, да? Да, я считаю, что очень хорошо. Как ребенка зовут? Катя. Катя, ладно. Главное, чтобы Кате хорошо было. Этим площадкам дети радуются не первый год, и работа здесь продолжается. К приезду губернатора готовились основательно. К сегодняшнему ню здесь все поправляли, все подкрашивали, что-то еще сделали, что-то еще привозили. Тут важно, чтобы мы действительно, как представители и местного самоуправления, и областной власти, учитывали мнение, желание и ожидание, собственно, всех категорий граждан. Губернатор решил посмотреть сам подъезд и познакомиться с жителями одного из домов. Здравствуйте. Посмотрел почтовые ящики, почитал объявления, в гости не пошел, но пообщался с жильцами и спросил мнение об их дворе. Не только члены правительства будут давать свою оценку. Важно, как сами кировчане относятся к конкурсу. Но у ПИТа чистота во дворе – это уже привычное явление. Директор управляющей компании Иван Сурнин уверен, что дворовый комплекс будет в числе победителей. Думаю, что силы у нас есть, работники прекрасные, поэтому я как-то понадеялся и думаю, что мы все-таки призовые места займем, поэтому трактор очень нужен. За два часа губернатор успел посмотреть три двора. В следующий раз по дворам поедет Мария Гайдар. Антонина Бугреева, Александр Суслов, Бюро новостей Дайвича.